МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Думской ТВ, мы продолжаем работать в прямом эфире. Следующих полчаса посвятим непогоде, которая уже сутки бушует, накрывает льдом Одессу. Мы говорили о последствиях, мы говорили о неприятных ситуациях, которые повлекли за собой травмы, ДТП и прочее. Сейчас поговорим о том, как себя обезопасить, как себя подготовить к выходу в период, когда такая погода накрывает наш город. Какие меры безопасности можно предпринять, собравши у себя дома что-то из ненужных вещей, намотать на ноги, либо как хорошо растянуть мышцы и уже более уверенно двигаться по скользкой дороге. И в гостях у нас Федор Сердюки, инструктор по первой медицинской помощи. Приветствую вас. Ну, а я напоминаю, здравствуй, Федор. Я напоминаю, что у нас работает голосование, которое сегодня звучит следующим образом. Назначение нового главы национальной полиции Украины. И три варианта ответа. Изменит ведомство, не изменит. И третий вариант. Время покажет. Оставляйте свои голоса. К концу вечера мы подведем итог. Итак, Федя, еще раз здравствуй. Здравствуй. Ну, вот, хотелось бы понимать, что делать. Есть там масса советов. Я так открыла, посмотрела, как вести себя. Когда гололеды, там, сгруппируйтесь, идите там на присогнутых коленях. Что-то есть? Есть море советов. Один из них мы сегодня подчеркнули в прямом эфире. У нас в студии был наш коллега Евгений Салтан. Обзор социальных новостей из Фейсбука, из других социальных сетей. Там девочка надела на обувь резиновые перчатки. Как метод и способ передвигаться более безопасно? Можно его использовать? Ну, действуешь, правда? Вы знаете, американцы говорят, если это глупо, но это работает, то это не глупо. Поэтому любая чушь, которая срабатывает, это хороший действенный метод. Я скажу вам честно, что я не сталкиваюсь с какими-то большими проблемами и трудностями при перемещении даже по самому худшему гололеду. Но те, кто сталкиваются, я думаю, что для них натянуть на ноги что-нибудь. Я не думаю, что резиновые перчатки – это хорошая идея, но мне кажется, что носки или вроде того они должны сработать. Это моя догадка, но думаю, что она имеет право на жизнь. Я хочу сказать, что 150 человек, ну, так я округлила немного, обратились. Это пострадавшие, это те, кто уже… Это опасно. Конечно. Это действительно опасно. Опасно потому, что надо понимать механику падения. Человеку, который занимался, например, дзюдо или борьбой, она, понятно, предельна. Когда ваш центр тяжести смещается, вы падаете, такое давление и такие силы воздействуют на позвоночник, который человека, который не находится в своей лучшей форме, людям, которым за 50, например. Для них это может закончиться очень сложными повреждениями. И даже те инструкторы, которые работают сейчас в моей организации, они работают параллельно на скорой и говорят о том, что происходят такие случаи. Ну, больше всего травм, естественно, приходится у людей второй половины жизни. То, о чем сейчас уже мы успели сказать. Тем не менее, попытаемся разобраться о тех принципах, которые можно применять, находясь в домашних условиях, перед выходом. Что, возможно, какие-то нашивки, набивки на обувь или как? Я больше, естественно, могу проконсультировать по вопросам оказания первой помощи. Это менеджмент, да, уже ситуация, которая произошла. Превенция, безусловно, всегда лучше. Нужно понимать в целом, ну, какие-то простые вещи, которые помогают ориентироваться, да, в таких ситуациях. Первое, это нужно помнить, что здоровье и, там, безопасность и прочее, это такие вещи, которые важны и которые постоянно находятся в той или иной мере в опасности. Ну, как бы ни казалось, да, пройти по, там, скользкой дороге, ну, что может быть здесь сложного. Надо всегда помнить, что никто не знает, когда случится та или иная неприятность. И поэтому первый совет, да, такой он очевидный, это думать головой, да, перед тем, как что-то делать или чего-то не делать. Или надевать какую-то обувь, да, специфичную для женщин, это каблуки, для мужчин, там тоже есть, видимо, свои нюансы. В общем-то, я думаю, что нету какого-то единого рецепта, там, какой-то волшебной таблетки. Я видел разные штуки, тоже, там, присматривая социальные сети, вроде специальных нашивок, набивок, наклеек. Хорошо, давай представим, что уже произошла ситуация. Какие падения самые опасные, если это головой, то и что делать? Я думаю, что если вы падаете, в любом случае это опасно, если вы не сгруппировались и вроде того. Но, наверное, на спину, если падаешь, это все-таки сложнее. И последствия... Сложно сказать, потому что люди, которые умеют падать на спину, опять же, это те, кто сталкивался с этим, например, в спорте, они могут упасть так, что это не будет для них иметь никаких последствий. Я думаю, что страшно, это внезапное падение, к которому вы не то что не были готовы, понятно, что ты не готов к такому, но это проблема падения, в котором ты не сгруппировался. Я бы сказал, что мне бы не хотелось упасть где-нибудь в районе дороги, потому что тут же может быть еще одна проблема в виде движущейся машины. Или в районе какой-то ограды мелкой и железной. Поэтому, если вы идете по улице, там, где есть обледенение и рядом есть дорога, я бы советовал быть очень-очень осторожным и отойти оттуда. То есть представить себе, что падение может произойти в любой момент. По совету человеку, который увидел, что другой человек упал, что делать? Первое – это сдержать свои инстинкты в виде молниеносного бега в сторону пострадавшего, и попытки помочь ему немедленно, поднял его на ноги. Тут закроются две ключевые ошибки. Мы говорим так, как говорят европейцы, как говорят американцы. Safety first – безопасность превыше всего. Собственная. Собственная. Личная безопасность вот этого условного спасателя. Если человек упал, поскользнувшись, и вы бежите к нему, самое глупое и при этом самое вероятное, что может произойти, это вы тоже упадете и будет кто-то третий помогать вам обоим. Я бы рекомендовал остановиться и какими-то небольшими, короткими шагами двигаться в сторону упавшего человека и параллельно попросить его не двигаться, не вставать. Почему это важно? Люди, которые падают, мы все по-разному устроены, особенно вот эти люди, как вы выразились, второй половины жизни, у них достаточно хрупкие кости, и падение может для них принести травму. Наш скелет устроен таким образом, что когда мы опираемся на руки, на ноги, на позвоночник, создаем давление, и мы целы, то все идет по плану. Но когда мы травмированы, травма усугубляется. Например, если на сломанную ногу наступить, то, вероятно, вот это вот движение в кости, в составе… Усугубить травму, да? Усугубить травму, верно. Поэтому человеку лучше не двигаться. Мы говорим, что есть несколько навыков, которые должен знать, ну, по умолчанию каждый, чтобы в стране не было предотвратимой смертности. Один из этих навыков – это остановка кровотечения. Не могу сказать, что это суперчастый, суперпопулярный случай при падении на льду, но это происходит, есть даже там подборка видео, которая демонстрирует, как. Поэтому круто, если вы умеете останавливать кровотечение, тогда вы готовы к самому худшему сценарию. Для обывателя. Помните все уроки ОБЖ и всякого такого, вот эти шины из там забора, да? Подрочных материалов. Подрочных средств. Это все вымысел тех, кто, скорее всего, никогда этим не занимался. Для городских условий это вообще абсолютная чушь. Мы рекомендуем, если вы подошли к человеку, да, который по вашей просьбе не поднимался, вы спросили его, больно ли, чувствует ли он себя нормально, если все окей, помогли ему встать. А какие обязательные вопросы, возможно, вот что, где болит, какие ощущения? Да, 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 как вы чувствуете себя, вы ушиблись, чувствуете ли вы больно? Если человек говорит, что да, давайте попробуем аккуратно встать, давайте посмотрим. Если человек чувствует боль, дальше он не может встать, то не нужно заставлять его, потому что это, как я уже говорил, чревато травмой. Пусть остается там, где остается. Позаботьтесь о том, чтобы ему было тепло, возможно, стоит подстыдить что-то под него. Вызывайте скорую помощь, которая заберет его и правильно будет транспортировать. Потому что плохая идея, да, если человек, например, упал и повредил таз. Такое бывает с пожилыми людьми, это очень частая проблема. Если поднять его, заставить его встать, то ситуация будет намного хуже. Зачастую этого не приходится делать, потому что все падают, отряхиваются и идут дальше. Но вот этот один случай из 100 и вот эти 20% обратившихся за госпитализацией, или там 10%, это люди, которые получили достаточно серьезное повреждение, им это может быть полезно. То, что вы не будете их трогать, обеспечите их комфорт и оставите их ждать скорую. Еще один важный момент – это сосульки, их не всегда видно. Если уже происходит падение, ну, как правило, это там, наверное, на голову самое опасное. Да, пожалуй, мы ограничены на догоспитальном этапе, да, до прибытия скорой какими-то базовыми вещами. Я бы рекомендовал, ну, вот если я сейчас представлю себе ситуацию, человеку на голову падает сосулька, о чем я думаю в первую очередь. Всегда об одном и том же – сознании, проходимость дыхательных путей, дыхание и кровообращение. Я не думаю, что какое-то мы видим сильное кровотечение. Пожалуй, важно, если человек в сознании, как понять, да, спросить его, вы слышите меня, все ли с вами в порядке. Если он в сознании, то, опять же, посмотреть на его состояние и при необходимости вызвать ему скорую. Если он без сознания, важно перевернуть его на бок, в безопасное боковое положение. Когда человек на боку, и он без сознания, это помогает держать его дыхательные пути открытыми. Тогда не западает корень языка, и, возможно, рвота не перекрывает дыхательные пути. Ты как человек, который имеет отношение к тренингам, ты их сам проводишь, ты основатель даже такой компании. Есть ли специальный такой курс, насколько он пользуется популярностью? Или все-таки такие погодные условия, как обледенение – это редкость для города, и смысла нет? Нужно понимать роль вообще первой помощи в вот этой цепочке спасения жизни пострадавших людей. Есть определенные состояния и ситуации, когда жизнь человека зависит от экстренного медицинского вмешательства. Это потеря сознания, это остановка сердца, это кровотечение и так далее, и тому подобное. Скорая помощь, как бы она хорошо ни была организована, она очень редко успевает в тот промежуток, когда при самых тяжелых сценариях человеку нужна помощь. Ну, то есть мы говорим о том, что 7 минут – это время, когда скорая должна прибыть при остановке сердца. И вот эта первая помощь, она помогает придержаться эти 7 минут, эти 10 минут, эти 15 минут. Прервем тебя на 2 секунды, буквально у нас… На телефонной связи у нас заведующий травмпунктов Суворовского района Валерий Сагний. Валерий, добрый вечер, приветствуем вас. Да, добрый вечер. Хотим услышать у вас некоторые статистические данные по количеству обратившихся за помощью в травмпункт. Какие в основном травмы, какие наиболее серьезные и возраст обратившихся, пожалуйста. Значит, у нас, с ухудшением погодных условий, это сегодня у нас 8-е, 7-е, 6-го. 6-го вечером чуть-чуть больше была посещаемость увеличена где-то на 4-5 человек всего лишь. А вот буквально 7-го числа до 2-х часов дня, до 14-ти часов, пришло по травмпункту 29 человек. Это до 2-х часов дня. А до утра 66 человек обратилось по поводу травм. Из них 44 человек, это уличные травмы, уличные, это в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из них 44-х человек где-то около 20 переломов. И в основном ломают люди переломы лучевых костей в типичном месте. Ну, это кисть, ближе к кисти. Переломы шайки плеча, ну это реже, переломы лодыжек. И, к сожалению, был вчера один перелом шайки бедра. Это вчера, то есть 7-го числа. Перелом шайки бедра мы его отправили в стационар. Ну и еще были 2 случая перелом лодыжек. Со смещением эти люди пошли на оперативное лечение в 11-ю клиническую больницу и в областную клиническую больницу. Скажите, пожалуйста, удалось ли справиться с таким большим количеством пострадавших? Ну, во-первых, ну как справляться с таким количеством мы работаем? Служба работы Ковосточной, травмпункции Вороскорайона. Дежурные травматологи есть, и до лечивания идет. Вот все у нас, все необходимые, что надо для оказания помощи есть. То есть есть у нас и аппарат делать снимочки, есть в России специалисты, которые могут оказывать помощь при амбулаторных травмах. На сегодняшний день количество пострадавших уже снизилось? На сегодняшний день на 18 часов 30 минут прошло уже 55 человек. А до утра, я думаю, что мы те же 66 человек наберем еще. То есть вы говорите о том, что ситуация на дорогах на поселке Котовского не улучшилась. Это связано с чем, на ваш взгляд? С отсутствием уборки со стороны коммунальщиков? Я думаю, что коммунальные службы не работают, как они должны работать. Ну, в полную силу в такой сложной ситуации погодной. Я вот сегодня шел по улице Героев Сталинграда. Там вообще не посыпано. Там идешь буквально по льду. Улица Заболотного, начиная где-то буквально от Днепропетровской дороги до 29-й поликлиники, возле областной больницы, но там посыпано более-менее нормально. А вот, как говорят больные, жалуются, что новые районы, это туда улица Высоцкого, в новых районах туда, в сторону Ривьеры. Там вообще не посыпаны улицы. То есть дворники плохо работают. Это так жалуются больные. Я там не был, правда, в том районе. Вот, поэтому задача сейчас, чтобы уменьшить травматизм, это, ну, люди страдают, вы понимаете, и выходят пожилые люди, и чаще всего они ломаются, потому что у них в костях мало же кальция. В основном все-таки пожилые люди к вам обращаются. Пожилые люди, это возраст 60-70 лет, до 80 лет есть такие обращаются, которые выходят, ползут эти бабушки, тоже гастроном, падают и получают свои травмы. Что порекомендуете людям, которые, возможно, не дошли по причине, ну, как-то самостоятельно решили пережить падение, ушиб? Есть ли какие-то от вас рекомендации, может, компрессы, если да, то какие? Нет, ну, если люди, которые не пришли, если уже подвернул, прежде всего надо наложить фиксирующую повязочку, зафиксировать это место, проблемное место. То есть, если голеносопный сустав, наложить восьмеобразную повязочку, прикладывать холод в течение суток, по 20 минут, каждые 4 часа холод, лед, что дома есть, чтобы отек не рост, принять обезболивающие. И, конечно, если он на следующий день, если сегодня не смог он обратиться за министринскую помощью, конечно, нужно прийти в травмпункт, мы сделаем симки, посмотрим, что там может быть человекоперелом, чем раньше оказана помощь, и лучше результат будет лечение. Поэтому лучше, чтобы эти люди на следующий день, ну, крайний случай, на третий день пришли к нам, и мы посмотрели, оказали необходимую помощь для амбулаторного лечения. Конечно, если больной стационарный, вызываем скорую помощь, отправляем либо в 11-ю, либо в ближайшее медицинское учреждение, областная клиническая больница. Валерий, говорим вам спасибо, спасибо за вашу работу, спасибо за то, что нашли время и присоединились. Я вас, с моей стороны, попрошу, чтобы дворники лучше работают. Пусть пан Труханов немножечко усилить, потребует работу лучше. Спасибо, Валерий. Услышали вас. Спасибо, Валерий. Старгни, заведующий травмпунктом Суворовского района. Возвращаемся в студию. Федор Сердюк, конструктор по первой медицинской доврачебной помощи. Ну, вот такие данные, причем это только Суворовский район, да, самый густонаселенный в городе, но тем не менее. Ну, это ожидаемо вполне. Ну, то есть, в такую погоду нужно оценивать риски, да, и если есть возможность позаботиться о тех, для кого эти риски больше, да, ну, пожилые люди, те, кто хуже передвигаются, то, пожалуй, это стоит сделать. Я думаю, что это вообще лучший совет, да, по первой помощи. Мы успели поговорить о том, как человеку оказывать первую необходимую помощь, а если не оказалось рядом никого, и так получилось, что человек один остался на улице, какие его первые шаги? Вот как он должен вести себя, ну, если он находится в полном сознании? Ну, пожалуй, успокоиться, потому что, если тебе больно, ты начинаешь делать лишние движения. И постараться осторожно осмотреть те места, ну, которыми ты ударился, например, ощупать их, сравнивая с, ну, привычным, да, привычной анатомией. И если вы, ну, что мы ищем, да, таким образом, любые изменения, которые могут говорить о том, что у нас есть та или иная травма, и дальнейшее передвижение, оно может быть, там, опасно для нас, да, если все окей, то плавно и медленно встать и идти более аккуратно. Если, к примеру, падение закончилось, вот, одно из, там, одним из переломов или одной из травм, о которой говорил пан Стагни, то, пожалуй, тогда следует искать возможность добраться до травмпункта, и это будет или скорая помощь, или, там, какие-то другие более casual варианты, да, вроде, там, транспорта, друзья, если они рядом. То есть всеми способами, которые есть, но резких движений не делать, и, насколько мы понимаем, стараться, если уже болит, то оставаться на месте. Если сильно болит, оставаться на месте, есть нюанс, да, если человек не умеет оказывать первую помощь, если он никогда не практиковался, то дать ему какой-то совет онлайн, да, с экрана телевизора, мне действительно сложно, ну, там, наложить такую-сякую повязку. Вот это не будет понятно. Поэтому самое ценное, что я могу сделать для наших телезрителей, это объяснить, что если вы травмировали ту или иную часть тела, и вы ей двигаете, вы на нее наступаете, вы ее используете, то вы усугубляете ситуацию. Кроме того, как уже было сказано, время определяет, да, эффективность дальнейшего времени обращения. Если вы получили травму, постарайтесь, не наступая на конечность, при чьей-то помощи или самостоятельно, или каким-то другим образом попасть в транспорт, на этом транспорте доехать до травмпункта, показаться там, получить вердикт врачей тот или иной, и выполнять внимательно их рекомендации. Говорим тебе спасибо за твои рекомендации, за то, что нашел время и присоединился, поделился советами, это действительно важно. Федор Сердюк, конструктор по первой доврачебной помощи, обсуждали непогоду в Одессе и то, собственно, как себя вести и как вести себя не нужно. Две минуты, смотрим небольшой выпуск новостей, возвращаемся с новым гостем и новой темой. Дождитесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА